Hola amigos! Ну и с успокоенчика. А то я знаю, что вы все нервничаете из-за Северной Кореи. Ну той, где братец Инн успешно провел испытание штуки какой, что может достичь любой точки США. И по версии Южной Кореи, имеющей название Хвостонишка-18. Ну там уже и Штаты подсуетились и в лице Салиона. Осудили и обеспокоенно озаботились и упрекнули в нарушении всех возможных резолюций Совета Безопасности ООН. Но есть такая конторка, где вот я так понял, сидят все вот чертовски озабоченные и обеспокаиваются. Но еще раз, переживать не стоит. В мире и так достаточно горячих точек, чтобы новую обозначать. Так что допускаю, что все пойдет по иракскому сценарию и закончится слюнопусканием в микрофон. И тут, конечно, пытливые умы выдадут. Амиго, мио, диван, и ты наш ядрический аналитик. Какой хренам иракский сценарий? Уж не запамятовал ли ты, что с Ираком случилось, у которого по версии США было оружие массового поражения? И вы будете совершенно правы, только с небольшой поправкой. Ирак лишь подозревали, что оно есть, а у Северной Кореи оно точно есть. Так что ничего не будет, выдыхаем. А все помнят это чудное, кто рано встает, тот за МКАДом живет. Нет, Лан, шучу. Кто рано встает, тот неандерталец. Нет, теперь не шучу. А все почему? Правильно, потому что британские ученые в очередной раз доказали, насколько они востребованы в настоящее время, и приоткрыли завесу, на что вообще деньги в тех структурах утекают. Так вот, исследование показало, что это раннее вставание... Пошловат звучит, но вы поняли. Это все гены технишних, что жили в далекие ХЗКГДА. Для этого даже были потрачены годы коллективных потугов и рассмотрены вариации ДНК, для чего изучали то, что осталось от тех, кто жил на территориях сейчас закрепленных за Хорватией и Россией. Ну, куда же без русских-то? И вот у всех у них была особенность. По утрам были они более активны. Допускаю даже, что с позаранку мамонт был более пассивен и доступен. Более простые истины, такие как, что раннее вставание связано лишь с работой, на которую надо переть поутру. Ученые умы отвечать не стали. Видимо, оставили, что интересно, следующим поколениям через десятки тысяч лет. Ну, а чё, британские ученые — это же бренд. Бабки падают, работа идёт. Никому неизвестная, но идёт. А тем временем, где-то в Германии продолжалась игра хохотунчик и вопрос. Шольце, надежда наша, сам я человек простой, арифметиком не обученный. Просветишь ты нас, если бабок нет, из каких таких закромов ты хочешь на юга 50 ярдов нарисовать? Не, ну я в курсе, что Венгрия в циферках шарит. Типа умные они. Но, хотелось бы и альтернативочку послушать. Но для начала, да, 50 ярдов отстегнём, так и есть. Так как на югах они как бы нужнее. Часть мы пожертвуем во благо, часть вот спишем, часть... Я сейчас заплачу, соберись, тряпка. Так вот, часть и С подкинет, наверное. И я прям уверен. Ну, в плане, я думаю, что мы делаем что-то, и я подготовился, чтобы... Чтобы вот, а что ж... Но это в среднефинансовом исчислении с точки зрения макроэкономики и незаурядного подхода. Да и вообще бабки в ближайшее время Европе не потребуются. И нет, я также нифига не понял, ниоткуда деньги возьмут никак. И допускаю, что мало кто понял. Зато словами Шольца проникнулись такие монстры, как Сименс и Фольксваген. Чьи дочерние компании решили быть первыми в тапках на дербан казны. Ну, или того, что от неё осталось. И подали заявки на компенсацию от государства в связи с потерями, что их накрыли после независимой и суверенной позиции Германии и действиями, основанными на национальных интересах страны и коммерсов. До них это сделал нефтегазовый монстр Басов. Хотя и суммы там смешные. Но подумаешь, ярдик, другой, третий, двадцать третий. Правда, Шольц, ничего страшного. Те, на кого всё повесят, сдюжат. Какой там, то бишь, вот у него уровень поддержки сейчас 20%? Да нормас! Запас прочности, ого-го. Хоть на второй срок двигать. Особенно красиво на этом фоне смотрелась статейка New York Times. Ну, это газетёнка, что в Штатах печатается у главных союзников, что спина к спине и в горе, и в радости. И звучала она, как новый золотой век Европейского Союза. А, не, как Путин западный бойкот в золотое дно превратил. Где в красках и расписали, что в игрульке эти санкционно-ограничительно-замораживательные. Можно играть ещё и вдвоём. В ЕС, правда, об этом не догадывались. А потом такие, ой, а что это, а ещё так можно было, да? Ну, там же как было. Ребятам кто-то на уши присел. Мол, уходите, не рубля русским, не доллары. Бойкотируйте. Ну, конторки эти аж даже, чёрт возьми, это ж гениально. Это великолепный план, Уолтер. Просто ***, если я правильно понял. И как мы раньше сами-то не догадались. И ушло из России компанией под сотню. Скинув бизнес за копьё и на удобных для Путина условиях. А дальше, ой, что-то, что у нас было план, это, конечно, круто. Жаль, что план оказался плохим. И оставили эти ребята за 100 миллиардов активов. И Нью-Йорк Таймс для пущего драматизму и жалости. Надо было ещё добавить и серию. Ну, что ж вы так неаккуратненько-то, европейцы. А вспоминается анекдот про мужика, что фуру парковать помогал. Туда, сюда, направо, налево, вперёд, назад. А теперь выходи и посмотри, что ты с*** наделал. Отличного дня. Пока.